Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Много наших зрителей опубликовали свои вопросы, мы в Телеграме давали анонсы. Я начну сразу с них. Один из главных и первых вопросов, который прозвучал, Ирина спрашивает у вас, Валерий Дмитриевич, прокомментируйте, пожалуйста, инсайт от Аббаса Галямова про возможную эвакуацию кремлевской верхушки в Аргентину или Венесуэлу. Это проект Ковчег, если не ошибаюсь, его обозначила Аббаса Галямова. Слышали что-то об этом? Да, я слышал, но совсем не об этом направлении. Более того, никакая эвакуация в Латинскую Америку топ-элиты никогда не предполагалась и не рассматривалась. Это абсолютно исключено. Потому что именно топ-элита, в отличие от чиновников второго-третьего эшелона, которые могут еще надеяться на то, что, получив эквадорские, парагвайские или уругвайские паспорта, они где-то там затеряются, топ-элита прекрасно знает, что это опасная близость к Соединенным Штатам, и что их выдадут власти любой из этих стран, за исключением, наверное, Кубы, но на Кубу они не собираются, в течение нескольких минут. Рассматривался Китай, он рассматривался очень давно, более 10 лет тому назад от него отказались. Затем рассматривалась и перешла в практическую плоскость базы, точнее во множественном числе базы в Африке. В частности, есть база в ЦАР и не одна, еще база в некоторых африканских странах. Это убежище последнего дня, естественно, но дело в том, что нигде в Европе и нигде в Северной Америке и в Латинской Америке скрыться невозможно. Именно для топ-элиты, я подчеркиваю, для второго, особенно для третьего эшелона, такой шанс не в Европе, но в принципе в Латинской Америке может быть. Но для топ-элиты абсолютно исключено. Если такая идея у кого-то зародилась в голове, допустим, из менеджера в Роснефти, то это не означает, что эта идея реалистичная или что ее реализацией кто-то занимался. А кто стал вообще работать в этом направлении? То есть кто является неким вдохновителем идеи о том, что нужно где-то в случае необходимости будет спасаться? Есть какие-то ответственные люди в Кремле, которые сейчас это разрабатывают? Я не знаю и даже не уверен, что это делается в рамках администрации президента. Это навряд ли. Что касается именно верхушки российской элиты, как я уже сказал, такая возможность рассматривалась в первый раз, если меня память не изменяет, в 2011 году во время волнений, связанных с результатами парламентских выборов. От Китая они отказались, поскольку поняли очень быстро, что в Китае их авуары будут вне безопасности, а они, впрочем, тоже будут находиться под колпаком, и вряд ли бы им хотелось находиться под китайским колпаком. После этого всплыла где-то вот как раз в середине прошлого десятилетия идея, связанная с Африкой, и с этим связано появление ЧВК «Вагнер» и активной деятельности ЧВК «Вагнер». Но это все делалось не через администрацию президента, насколько мне известно. Если у Роснефти возникли какие-то свои идеи, основанные на близости, на личной близости Сечина с Мадуро, то это не означает, что, а, эти идеи будут реализованы, б, что эта близость дает хоть какие-то гарантии, особенно в настоящее время. Более того, как раз в настоящее время налицо все признаки того, ну, я имею в виду попытку Мадуро, небезуспешную попытку, поддерживаемую Соединенными Штатами, улучшить отношения с большим белым дьяволом, который находится на севере, гарантируют, что вы там не спрячетесь. Просто гарантируют. И в Аргентине тоже спрятаться невозможно. Можно ли делать выводы, исходя из тех инсайтов, которые озвучены, в том числе, и Аббасовым Галямовым о том, что в Кремле всерьез рассматривают возможность поражения в войне? И эта тема обсуждается, и эта тема прорабатывается сегодня. Такую возможность рассматривают всерьез, но она не обсуждается. Надо понимать, что это убеждение или предположение, ну, скорее предположение, по крайней мере, публично это никто не будет высказывать, предположение ряда представителей, даже не ряда, а в значительной части российской элиты. Некоторые из них убеждены, что дело проиграно, некоторые еще надеются побарахтаться и предполагают, что им может прийти на помощь чудо, как говорил один из старички персонаж, на часах без пяти двенадцать. И вот без пяти двенадцать к нам придет победа. Ну, сейчас, может быть, без двух часов полночь. Вот без пяти двенадцать за несколько минут до полуночи к нам придет победа. Некоторые питают такую надежду. Никакого обсуждения, обсуждения, даже в узком кругу, насколько я знаю, нет. Дмитрий Медведев говорил о том, что разрабатывается некое супероружие. Это напоминает риторику, которая была в нацистской Германии накануне краха Берлина, именно по причине того, что вот хотели успеть построить атомную бомбу, но не успели. Дмитрий Медведев и его заявление, это следует воспринимать, как просто еще один твит бывшего президента Российской Федерации. Твитов у него много, они достаточно яркие и резонансные, но, тем не менее, часто за ними ничего не следует. Или это действительно месседж, который следует рассматривать всерьез, как вы считаете? Это алкогольный делирий. Как пел Федор Чистяков в знаменитой песне «Что же ты хочешь от больного сознания?» А сознание пропитанного алкоголем на 146%. Да, ему надо было бы добавить Медведеву на новых физических принципах, еще неизвестных западной науке. Зато настоящей арийской передовой науке они, конечно же, известны. Нет, ничего подобного, даже близко нет. Это тот блеф, который даже в России уже никто всерьез не рассматривал. Только Дмитрий Анатольевич Медведев ведет рейергардные бои и пытается прослыть святее Папы Римского, показать, какой он реальный, четкий пацан. А как его воспринимают в Кремле, как его воспринимают Владимир Путин, а как его воспринимают в ближайшее окружение? Его воспринимают все однозначно. Однозначно. И самый важный индикатор этой однозначности это отношение его собственной охраны. Охрана его не уважает, как вы понимаете. Не уважает, это вы еще очень мягко выразились, Владимир. Ну, кстати, про алкоголь. Очень интересный, на мой взгляд, сюжет. Я не помню такого. Может быть, вы знаете и поправите меня, но Владимир Путин появился перед объективами телекамер с шампанским. Судя по всему, он накануне выпил и стал говорить о том, что мы бьем по критической инфраструктуре. В общем, стал это признавать. Да, мы это делаем. Я не помню Путина, который был, используя такую формулировку, под шофе или немного выпившим. Или, по крайней мере, его не показывали. Что это значит и следует ли из этой истории? Стоит ли в этом искать какие-то скрытые смыслы или просто так получилось? Владимир Путин очень сдержан относительно алкоголя, чрезвычайно сдержан. В отличие от Дмитрия Медведева, в отличие от некоторых своих сподвижников и соратников. В принципе, сейчас в политических штабах России потребление алкоголя, и не только алкоголя, но и специфических усилителей ментальных процессов резко выросло. Резко выросло. Начинается это потребление уже буквально с момента начала рабочего дня. Путин всегда был крайне сдержан. И то, что мы наблюдали, это не следствие алкоголя, это следствие того, от чего врачи всегда предостерегают. С этими препаратами алкоголь ни в каких дозах не показан. Вот и все. Вот с теми препаратами, которые он вынужден принимать, алкоголь просто не показан. Но результатом стал момент откровенности. И главное, даже не то, что он говорил, там было достаточно, даже было бы лучше выключить звук и посмотреть на выражение его лица, его улыбку, когда он произносил некоторые вещи. Они важнее и многозначительнее, и красноречивее десятков тысяч слов, с моей точки зрения. Вот Андрей Иларионов, бывший советник президента Российской Федерации, Владимира Путина, который был в нашем эфире, он высказал такую точку зрения, что Путин просто физиологически наслаждается тем, что сейчас происходит. Ему нравится это. А как вы считаете, это так? Его реакции более сложные. Это совершенно точно. Он испытывает крах своих надежд, он испытывает очень сильное разочарование, он испытывает очень сильное раздражение. Но в некоторых ситуациях, когда речь идет о боли и страданиях других людей, да, он реагирует именно так, как описал Иларионов. Вопросы от наших зрителей продолжают. Приходите, спрашивают у вас уход, переход Кудрина в Яндекс. Это попытка к бегству, как у Стругацких, или это просто кадровая перестановка, как вы это видите? Ну, я думаю, что для Кудрина это видится как умелое, профессиональное, компетентное дистанцирование. А для власти это видится как переход Яндекса под контроль государству, поскольку эта стратегия, заложенная в планах перевода экономики на военные рельсы, это государствление крупных частных корпораций. Не национализация, хотя в некоторых случаях национализация предусматривается, причем не только де-факто, но де-юре. Но переход вот к этой политике, точнее расширение политики госкорпорации. Яндекс превращается в госкорпорацию, а Кудрин просто смотрящий при этой госкорпорации. Путин ему доверяет, он прекрасный профессионал. Ну и для Кудрина это тоже хорошая позиция. А это хорошая позиция для чего? То есть, грубо говоря, выйти из... Для постпутинского периода, потому что сейчас он не связан с государством, потому что счетная палата в любом случае это государственный институт. Сейчас он не связан с государством, он формально находится в частной компании, причем в передовой частной компании, прогрессивной. А сейчас уже идут разговоры о том, что будет после Путина. Насколько эта тема сейчас занимает умы и сердца, так я, наверное, сформулирую, тех людей, которые рядом с ним, и которые, наверное, рассчитывают на то, что они будут руководить Россией после того, как Путин по каким-то причинам перестанет это делать. Эти разговоры, естественно, не носят и не могут носить публичного характера, но они идут, они интенсифицируются. Эти разговоры послужили питательной почвой для ряда заявлений, в том числе российских оппозиционеров, о том, что скоро все это закончится, причем закончится внезапно. Эти разговоры, у которых есть более чем веские основания, послужили основанием для ряда публичных заявлений, главное, для действий Евгения Пригожина. Да, это идет, этот процесс идет, но о нем не будут объявлять, естественно. И это не будут публично обсуждать. Но эти разговоры идут, и не просто разговоры, идет подготовка к этому. Другое дело, что готовится, как правило, извините, Вадим, я за... Готовится, как правило, в тайне. За исключением Пригожина, который готовится открыто. Да? Вот, кстати, пишут наши зрители, я процитирую, весь 2021 год Валерий Соловей говорил о том, что в 2022 году Путина не будет либо физически, либо во власти. Теперь он тоже самое начал говорить про 2023 год. И так, из года в год будет? Ну, когда же его прогноз наконец исполнится? Про 2023 год я вообще еще ничего не говорил, о том, какие сроки отведены Путину, а 2022 год еще не закончился. Я напомню всем, как ушел Борис Ельцин. То есть нам всем, всему человечеству, ждать выступление в новогоднюю ночь Владимира Путина? Надеяться. Надеяться. Вадим, надеяться. А отмена пресс-конференции, отмена вот этого большого общения с журналистами, она чем связана? С тем, что в Кремле все резко заболели гриппом, или там есть какие-то другие причины? Есть две причины. Первая, это отсутствие содержания, потому что все вопросы, которые могли бы задать, это вопросы неприятные, отвечать на них нечего, кроме уже набивших оскомину и малоубедительных ответов. Это первое. Второе, это связано с физиологическим состоянием самого президента. Нет уверенности, что он сможет выдержать длительное интенсивное общение. А что с двойниками? Насколько сейчас... Двойники не могут его заменить в этом качестве. Они хороши для каких-то разовых акций, в том числе даже и для общения, но не общения, которое длится несколько часов, поскольку здесь уже, я думаю, даже нетренированный глаз мог бы много чего заметить. А в Крыму, когда по мосту ехал на неотечественном автомобиле человек, похожий на президента Российской Федерации, это был президент Российской Федерации Владимир Путин? Нет, это был человек, которого считают, или точнее в тот момент идентифицировали как президент. А это был не Владимир Путин. Но формулировка «человек, похожий на нас» снова входит, как я понимаю, снова набирает популярность. Вы же знаете, что это уже и для западных журналистов, в общем-то, становится заметным, которое очень осторожно в высказывании этой точки зрения. Но даже они стали это обсуждать. Набиулина, как пишет, опять же, наш зритель, проявила себя с положительной стороны. Почему ее не рассматривают в качестве возможного преемника? Это потому, что за ней совсем никто не стоит? Вопрос от зрителей из Телеграма. Я думаю, потому, почему и вообще никому в голову ее кандидатура никогда не приходила. У нее нет ничего за спиной, кроме профессионализма. В России этого явно недостаточно. Дочери Путина и их составляющая, о них в последнее время стало слышно меньше, честно говоря, хотя там тоже появились новые кадровые назначения, но тем не менее, кажется, что ушли в тень. Что сейчас они, какую они функцию сейчас выполняют, выполняют ли, есть ли у них влияние, что вообще известно об их работе и об их отношении с отцом? Известно то, что они курируют те научные направления, которые отец считает очень важными. И важными с практической для себя точки зрения, это первое. Второе, если у Марии нет политических амбиций и никогда, кажется, не было, то у Екатерины они есть, и она настаивала на своих амбициях, и отец обещал эти амбиции удовлетворить. Другое дело, когда он это сделает и в какой форме, но он обещал. Более того, ей было дано обещание сделать ее главой исполкома партии Единой России. Кстати, еще вопрос по поводу того, держит ли Путин слово. Потому что, опять же, возвращаясь к нашему недавнему разговору с Андреем Илларионовым, он считает, что в определенных ситуациях, в отношении определенных людей Путин слово держит. И это относится, например, к тем трем людям, которые стоят за его избранием. Это Дьяченко, Юмашев и Волошин, если я не ошибаюсь. И вот их не трогают. Они неприкасаемы. И Путин их не собирается как-то изолировать или ликвидировать. Путин, на ваш взгляд, насколько в этом смысле прогнозируемый человек? Если он что-то кому-то обещал, это значит, что он это выполнит? Или много факторов есть, которые... Выполнит это, если человек, в свою очередь, не будет переходить неких красных линий и, как считает Путин, будет выполнять свои обещания. Я напоминаю, что когда началась специальная военная операция, Татьяна Дьяченко осудила, выступила, по крайней мере, с заявлением против. Ельцин-центр предпринял несколько демонстративных шагов. Было возбуждено одно уголовное... Ну, не уголовное дело, там, по-моему, проверки начались. Но сейчас и Татьяна Дьяченко, и Валентин Юм... Ну, она не Дьяченко, на самом деле, она Юмашева. Юмашева. Она, да, Татьяна Юмашева. И Валентин Борисович, они соблюдают сдержанность, а Александр Сталич всегда был сдержан. Так что все с этим в порядке. Ну, и дело не только в них. Вообще Путин соблюдает свои обещания, данные друзьям, насколько это известно. Ну вот, просто интересно, почему так мало людей постарались вырваться из этого круга? Мы знаем, ну, одну фамилию. Это Анатолий Чубайс. Он вырвался, причем вырвался показательно. Он уехал, но он не дал ни одного интервью, не сделал ни одного заявления, но он уехал из России. Ну вот, мы ничего не слышим, конечно, о Юмашевых, ничего не слышим о Волошине. Они молчат, я не знаю, где они находятся. Но в целом, большинство людей остаются рядом, они не убегают. Они не могут, они не хотят, они боятся, или все-таки кажется, что вот где Путин, там сила. Как вы считаете? Они не могут, потому что для того, чтобы покинуть Россию, надо получить личное разрешение Путина. Чубайс получил, более того, Чубайс обещал попытаться прозондировать почву на предмет, там, через свои старые связи с американцами и на Западе, на предмет замерения с Украиной при посредстве Запада. Это, естественно, не получилось. У него и связи тех уже особо не осталось, а те, которые и остались, они невлиятельны. Вместе с тем, он соблюдает свое обещание, он не дает никаких комментариев. Все остальные знают, что даже взгляд в направлении западной границы очень опасен. Это может закончиться для них инфарктом, инсультом или задержанием и уголовным преследованием в связи со злоупотреблениями. Это первое. Второе. А откуда у них гарантии, что на Западе их примут? Вы же понимаете, никаких гарантий нет. Что ты не окажешься в каком-то списке или что тебя просто не пригласят на допрос, как это было с несколькими, это было, правда, довольно давно, отставными чиновниками, их буквально выпотрошили как рыбу. Если допрос длится 8 или 12 часов, наверное, ты скажешь все для того, чтобы потом из этого допроса выйти на свободу из паспорта. Ну вот, пример Авена, в конце концов, есть. Вон, да, в Лондоне, но без паспорта. То есть получается, что приближенные к Владимиру Путину люди, лица, они перестали быть ценным ресурсом для западных разведок, для западных политиков, то есть они уже не нужны? Нет, это другой аспект, потому что западные разведки работают не публично, и более того, с практической, прагматической точки зрения некое сотрудничество с западной разведкой, вопрос в том, с какой. Потому что далеко не все могут вам дать гарантии. Это единственная гарантия того, что вы сохраните после всего свободу, сохраните свои активы и право передвигаться по миру. Другое дело, что если вы попробуете пойти на такое сотрудничество, а вы находитесь под колпаком, потому что все чиновники категории А и действующие, бывшие все олигархи, они находятся под колпаком ФСБ. Они об этом прекрасно знают. И это будет замечено, вас идентифицируют, ну, вам хана. Поэтому можно попытаться это делать, только находясь за границей. Но если вы за границей находитесь, то зачем вам это? Ну, если только не попытаться ослабить влияние санкций или избежать попадания в санкционные списки. Поверьте, список Форбс российский очень длинный. И в санкции попала незначительная часть этих людей. Остальные находятся на свободе, и значительная часть этих людей находится за границей. Без всяких проблем. Широки вот эти щупальца российских спецслужб. Потому что недавно Янис Сарс, это руководитель латвийского коммуникационного центра НАТО, он заявил о том, что не исключено, что на телеканале Дождь работал крот. То есть был агент ФСБ, СВР, не знаю, какой спецслужбы, который вот и внес хаос во всю эту историю. Ну, понятно, что многие это восприняли скептически, но тем не менее, может ли потенциально на телеканале Дождь быть кто-то из ФСБ, насколько глубоко проникли вот эти люди? Извините, я вас несколько раз перебил, да, но меня просто это удивило сама постановку вопроса. Это абсолютно неизбежно. Абсолютно. Любая оппозиционная институция в России, ну, находящаяся за пределами России, до этого находившаяся в России, она имеет в своих рядах людей, которые находятся на связи с ФСБ. Находятся ли они на подписке или на какой-то другой форме сотрудничества, то это вопрос. Но такие люди есть, и это не один человек. Это не секрет для руководителя этих институций. Это как бы часть той реальности, в которой мы все находимся. Я не хочу сказать, что спасибо, что там каждый второй или третий, но то, что это не один человек, это можно гарантировать. И контора, как ее называют в России, и называли ее там последние десятки лет, она в этом смысле очень эффективна. И могу сказать, что охотно идут на сотрудничество с ней. Но об этом руководители, СМИ, телеканалов, каких-то общественных организаций, политических объединений, они знают о том, что, во-первых, у них есть, а во-вторых, кто эти люди? Или не знают? Они знают о практике, но идентифицировать людей очень сложно. Ну, как вы это сможете сделать? Да никак. Можно только надеяться, я вот не сомневаюсь в том, что когда будут раскрыты архивы, нас ожидает много сюрпризов. И много репутаций будут разрушены. Ну, наподобие того, как это было в Восточной Германии, в бывшей Восточной Германии, после открытия архивов в штазе. Сегодня, когда говорят о нелегальных разведчиках, опять же, вот кто-то мне говорил из экспертов, честно, не могу вспомнить фамилию, что разрастается вот этот объект в Ясенево, и если раньше он был один, там два корпуса, потом стало больше, больше и больше. Это свидетельствует о том, что растет число нелегалов, или все-таки это просто бюрократический аппарат каким-то образом? Я не берусь судить. Я могу подтвердить, что физически этот комплекс становится больше. Я живу рядом просто. Поэтому, проезжая на машине, я видел, как там появлялись новые здания. Ну, это хорошо заметно. Это объект в лесу. А что касается увеличения агентуры, ну, скорее всего, оно увеличивается. Потому что с нулевых годов Россия значительно увеличила, но это не секрет. Это результаты многочисленных наблюдений, исследований и докладов, которые публично были оглашены, о том, что разведеятельность была здорово усилена. Ну, естественно, там, где увеличивается число работающих за ленточкой, как они это называют, за кордоном, как это называли в 20-30-е годы, естественно, не может не умножаться и бюрократическая верхушка. Это обычная логика. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявила о том, что если Путин по каким-то причинам потеряет власть, то эта война закончится. Потому что институции, в общем, они зациклены на одном человеке, они работают практически от энергии одного человека. Вы согласны с этой точкой зрения? Да, специальная военная операция тут же потеряет свою энергетику. Я не хочу сказать, что она сразу же завершится, но это уже будет инерционный процесс, совершенно очевидно. Потому что Владимир Владимирович, это ее и автор, архитектор, и мотор, и он ее действительно кормит практически собой. Если бы не он, все бы уже, наверное, пошло на спад давно. Путин, когда говорит, отвечая на вопрос об Илье Яшине, говорит, кто это такой, он лукавит? Безусловно, потому что этот переговор им утверждался. Все такие переговоры утверждаются Путиным. Почему такой большой срок? Демонстративно показать, чтобы неповадно было. Это намеренная жестокость, просто намеренная, чтобы все знали, что будет с теми, кто посягнет, кто покусится. Сколько еще, на ваш взгляд, будет таких показательных процессов, о которых, рискну предположить, потом будут писать историки? Их в сталинское время было определенное количество, о них хорошо известно. Вот сколько Путин намерен это делать? Не берусь судить о количестве процессов, но о том, что самое тяжелое, в том числе в плане репрессий, впереди, я могу говорить уверенно. Репрессии приобретут больше размах, с моей точки зрения, все к этому готово и все к этому готовится. Ну, нет, конечно, не сопоставимый со сталинскими временами, но вообразите, в Москве всего несколько сот активистов осталось. Интернировать их при введении военного положения, военное положение может быть объявлено, точнее, оно уже объявлено, оно может быть расширено на значительную часть России, на всю Россию. В Москве и Петербурге оно с высокой вероятностью в этом случае будет введено. Военное положение дает право интернирования. Интернировать несколько сот человек, разместить их в спецприемнике Сахарова, который для этого, собственно, и создавался, ну, это расплюнуть. А что, кстати, с военным положением, какие есть прогнозы по поводу того, что оно будет введено? Есть намерение, есть намерение осуществить второй этап мобилизации, и чтобы сделать его успешным и более масштабным, более массовым, сопроводить его введением военного положения. А какова роль сегодня Сергея Собянина? Вот он опять в какой-то момент он появлялся, выходил из тени, кажется, его заставили это сделать, но потом он снова исчезает в тень. Он съездил на территорию, на оккупированную территорию, потом вернулся. И снова, снова его как бы нет, но снова как бы занимается хозяйственными вопросами. Собянин сейчас какую игру ведет? И ведет ли он свою самостоятельную игру? Он ведет вполне очевидную игру, он придерживается стратегии следующей. Я технократ, я занят проблемами города. Ну вот меня вынули продемонстрировать лояльность, я его продемонстрировал, но я не хочу никак ассоциироваться с специальной военной операцией. Такую же стратегию пытается проводить Мишустин, но ему не в пример сложнее, потому что он руководит там рядом комиссией, он принимает решения, связанные с обеспечением специальной военной операции. В Собянина это дело идет гораздо успешнее, и это очень выигрышная стратегия именно как раз с прицелом на пост путинское будущее и с прицелом на выстраивание отношений с Западом. Потому что Западу нужен будет контрагент в России, не запачкавшийся. Вот есть люди, с которыми Запад при всем желании бы не мог иметь дело сейчас. Ну их перечень в общем известен. А есть люди, которые славят технократами и Запад скажут, ну да, они же технократы. Ну вот что такое столичный мэр? Ну он же не совершал преступлений. Помните у Бродского? Ну ворюги мне милей, чем кровопийцы. Ну давайте с ними иметь дело. Ну а других же нет, правда. Ну а кажется, что других нет. А Собянина заставили поехать на оккупированные территории, чтобы он там засветился? Я не знаю, говорили ли ему что-нибудь. Скорее всего, ему намекнули, что надо бы как-то солидаризоваться с линией партии и правительства. Публично выразить поддержку. Нечего отсиживаться в ТУ. Все должны быть отмечены. Вот съездил, Путину доложили, ну наверное поставили галочку. Съездил, поддержал, проклял Запад и НАТО. Отчитался. Он, кстати, был в натовской куртке, если не ошибаюсь, Рогозин или нет, или Пригожин. Рогозин был, Дмитрий Олегович был в натовской курточке. Кто-то воз... А, правильно. Тогда Пригожин возмутился, сказал. Он в бою отбил ее, скорее всего. Задавил противника в объятиях. А на ваш взгляд, Рогозин, который там должен был обеспечивать какую-то коммуникацию между ДНР, ЛНР, самопровозглашенными оккупированными территориями и технологическим корпусом, он просто отправлен в ссылку туда? То есть его просто списали... Вы знаете, Путин якобы размышлял о какой-то должности для него. Ну вот, во время этой паузы, которую затянул, Дмитрий Олегович решил показать, что он отважный, настоящий боец, что он готов, если потребуется, побывать и на передовой. Для него планировались два места. Значит, первое, это вот ответственный за эти самые новые территории, но глава нового федерального округа. Но поскольку не только с округом, но и с территориями не очень получается, то потом ему прочили другую должность. Это я для себя назвал помощник, советник президента по связям с неземными цивилизациями. По космосу. Советник президента по космосу. Но пока, вот видите, никаких решений не принято, и он находится в вольном плавании. Еще одна очень знаковая, как мне кажется, фигура, это Виктор Бут. Он вернулся и буквально через день вступает в партию ЛДПР. Я пытался это как-то понять и принять. Но человек, который не видел семью, жену, детей на протяжении 12 лет, первым делом идет и вступает в партию покойного Владимира Жириновского. В чем смысл этой истории? Я не знаю, в чем смысл. Я думаю, что нет большого смысла в этом ни для Бута, ни для ЛДПР. Возможно, кураторы Бута ему посоветовали, пойди, вот помнишь, что даже сходил этот самый, оказался членом ЛДПР Луговой и даже стал депутатом. Может быть, и ты тоже станешь депутатом, мы позаботимся. Но на самом деле фигура Бута, она никакой важности не представляет вообще. Просто вообще. Я не уверен, что ее будут в пропагандистском смысле разыгрывать. Я думаю, что очень быстро даже инерция это прекратится и все сойдет на нет. Есть более важная повестка, более важная тема. Да и в тех смыслах, которые даже американцы пытались наделить Бута, да, он ничего важного себе не представлял. Они об этом как раз знают очень хорошо. Им надо было хоть как-то отчитаться, что они борются с контрабандой оружием. Там ключевой фигурой был другой человек. Они взяли Бута, потому что другого человека они взять не могли. А сам Виктор, он был действительно всего лишь оператором. Это не отменяет того, что он более чем замазан торговлей оружием, но он совершенно точно не был оружейным баром. Я просто о чем подумал в этой истории, что не попытаются ли Бута использовать и его навыки, учитывая, что сейчас то время, та ситуация, когда приобретенные им навыки могли бы пригодиться. России не хватает вооружения, не хватает оружия, можно было бы где-то его покупать. Привозить оружие откуда-то? Да нет. Он теперь пределы России не покинет. Вот что. А насчет привоза оружия, вот те люди, которые этим и занимались, они на свободе, они в силе, и которые помогли в конце концов лоббировали освобождение Виктора, у них все в порядке. Они этим и будут заниматься. А кто занимался переговорами по обмену? Потому что Гарнер, Бут, вся вот эта история очень громкая, и получилось обменять, хотя там, я так понимаю, что много было проволочек на пути. Ну, это было непросто. Переговоры-то велись с переменным успехом несколько месяцев, пока у России не появился обменный фонд, важный в лице американской баскетболистки. Они шли по линии СВР и линии Совбеза. По линии СВР точно и, скорее всего, по линии Совбеза тоже, потому что, как правило, контакты с американцами курируются Совбезом. Еще вопрос от Ларисы. Она спрашивает, тут сразу три вопроса, я их озвучу. Считаете ли вы Путина сильным человеком? Если бы его хотели убрать, то давно бы убрали. Он всем выгоден, этот вопрос. Всем ли он выгоден, так это сформулирую? Может, пора уже вводить новый мировой порядок с меняем из власти для всех стран без исключения? Вот три вопроса не вводится по желанию или нежеланию. Он формируется и он никогда не будет таким, который был бы, носил бы нормативистский характер с точки зрения западной демократии. Это абсолютно исключено. Совершенно точно. И даже Россия, новая Россия, она не будет соответствовать нормативистскому представлению о демократии. Долгое время. Ну, долгое время я в рамках человеческой жизни, думаю, лет так 10, а то и 15. Что касается, выгоден Путин или не выгоден, он никому сейчас не выгоден. Но он очень надежно защищен. Чрезвычайно надежен. И что касается первого вопроса, сильный ли он человек, у него была репутация сильного человека. Он ее успешно формировал с помощью масс-медиа, с помощью символической политики, имиджевой, пиар-политики. Но когда дело дошло до экзистенциальных испытаний, по-настоящему, выяснилось, что он не столь силен, как он хотел бы представить, как то впечатление, которое он хотел бы произвести. И сейчас даже те люди, которые оказались во власти этого мифа, точнее, как раз в первую очередь, те люди, они испытывают баснословное разочарование. В первую очередь, это люди, находящиеся на Западе, которые все менее серьезно воспринимают путинские демарши и путинские угрозы. Еще два вопроса, уже в завершении нашего включения. Продолжит ли Путин террористические атаки в отношении украинских энергетических и гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры? Есть ли здесь какая-то тактика и какая-то стратегия проработана у российского генштаба или лично Владимира Путина? Как вы считаете? Массированные ракетные удары будут наноситься. Скорее всего, они будут наноситься и во время Рождества, и во время Нового года. Скорее всего, что не означает обязательно. Но пока так предварительно это выглядит. Да, это стратегия, стратегия призванная деморализовать украинское общество с тем, чтобы оно оказало давление на украинского президента. Пользуя меры, это первое. Второе. Вызвать поток беженцев, превосходящий, или сопоставимый с потоком беженцев в марте-апреле этого года. С тем, чтобы вызвать недовольство западных обществ и западных правительств, которые бы тоже оказали давление на Зеленского. Ну и плюс, личный мотив Путин получает от этого удовлетворение. Так что, да, это долгосрочная стратегия. Я не хочу сказать, что она окажется успешной. С моей точки зрения, и тому есть некие академические в полном смысле подтверждения, есть ряд исследований на тему, как энерговойны влияют на моральный дух и военный потенциал. И, в общем, эти исследования, в том числе американские, показывают, что, а как правило, такого сорта энерговойны не приводят к успеху. Но я знаю и наблюдателей на Западе, причем вполне профессиональных, которые говорят, что вообще-то это новое слово военной стратегии. И надо понаблюдать, какие будут эффекты. Ну, вы понимаете, это такой профессиональный цинизм. С моей точки зрения, скорее, это приведет к противоположным результатам. Ну, и в завершении вопрос, который уже становится традиционным. Ядерная бомба и этот последний козырь. Что сейчас? На какой стадии обсуждения находится возможность применения ядерного оружия? Да, здесь нечего обсуждать. Принципиальная готовность у Путина к этому есть. Вопрос в выборе мишеней, какие мишени, но это контекстуально. То есть, это зависит от конкретной ситуации. Это первое. Второе, это провозглашение самого решения, потому что здесь появились сомнения, уже не безосновательные, что этот приказ будет выполнен. Очень возможно, что элита этот приказ постарается заблокировать. Но проверять, наверное, никто не хочет. Ну что ж, будем следить за развитием событий и надеемся, что действительно никто не нажмет ту самую кнопку, которая, как нам рассказали, не красная, а белая. Хотя там вообще ключи и коды, но тем не менее. Спасибо вам большое. Валерий Соловей был с нами на прямой связи сегодня. Благодарим вас и до следующего раза, Валерий Дмитриевич. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо зрителям и слушателям. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова